Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер Кто знает Колю, пишите в комменты, если знаете Колю Под прошлым видосом даже кто-то писал, типа, сними видос с Колей Кстати, Коля был в прошлом видосе, особо внимательно даже смогли заметить его Я там его спалил в одном месте, хотя я сильно там, ну, не заморачивался, чтобы его скрывать Просто вот не показывал Колю Такие места все-таки, ну, для подстраховки лучше ходить с кем-то, а не самому Там, во-первых, много животных, могут какие-то мародеры, кто угодно быть Конечно, можно защититься Но все равно, как бы, всегда для подстраховки надо брать кого-то с собой В общем, ребята, как я говорил в прошлом ролике Если не смотрели, там ссылка, подсказка где-то выскочит, посмотрите Мы идем строить землянку Смотрите, взяли лопату, там еще есть маленькая лопата Прошлый раз там не решил составлять вещи, а то все-таки, мало ли, вдруг найдут Коробка такая с вещами с МТАК обновки, потом вам все покажу В общем, ребят, ехали-ехали мы на машине, и дорога в какой-то момент закончилась Здесь оставляем машину, берем вещи и идем вот сюда Тут вот, на первый взгляд, вроде есть дорога Дальше она там будет размытая, и там, в принципе, на внедорожнике можно проехать И местами даже такие места есть, что на обы каком внедорожнике не получится проехать Поэтому оставляем машину здесь Будет она стоять здесь день-два, наверное, может три Потому что, ну, землянку планируем сделать большую Размеры 3х3, глубина метра 2 То есть такую яму реально пару дней придется копать Скорее всего, мы даже ее не достроим в этом ролике Да вообще не достроим, потому что еще там много древесины надо будет заготовить Чтобы сделать вот такую классную-классную крутую землянку В общем, что Отправляемся в это чернобыльское село Берем вещи, нам идти сколько? Километра 3-4, да? Ну да Короче, ребят, я взял рюкзак на плечо себе Взял две бутылки воды на пару дней Водички взяли Колян берет коробку Коробка, в принципе, большая, но она не такая тяжелая, как может показаться Там просто вещи Вещи, они же как бы не тяжелые Ну что, погнали У меня, конечно, такой сталкер Как не сталкер, но все равно Друзья, а вы любите играть в покер? Я, например, когда-то очень любил эту игру И любил по вечеркам там катнуть какой-то турнирчик Порой даже засиживался до утра Даже когда-то была мечта принять участие в WSOP То есть чемпионат мира по покеру Но лично для меня проблема в том, что он проходит эксклюзивно в казино Рио Которое находится в Лас-Вегасе Но в этом году, впервые в истории Связано, конечно же, с пандемией Это мероприятие прошло в онлайн-режиме И для проведения такого важнейшего мероприятия в мире покера Выбрали самый надежный и самый крупный покерный рум ЖЖ Покер И призовой фонд турнира составил более 130 миллионов долларов Для справки, ребята, чтобы никого не бомбило Покер это честная интеллектуальная игра В которую играют игроки со всего мира Как любители, так и профессионалы Например, когда-то был такой чувак, как Стю Андерс Которому трижды удалось занять первое место в чемпионате мира по покеру Думаю, это хороший пример того, что это все-таки интеллектуальная игра А не какое-то банальное подбрасывание монетки на удачу Так вот, ЖЖ Покер это лицензированный покерный рум В котором играют игроки со всего мира За одним столом Например, там игроки с СНГ И там какие-то американцы, еще кто-то И все эти люди могут собираться просто за одним столом И играть в кэш-игры, так же самое в турнир Также ЖЖ Покер приготовил подарок для всех новых игроков Бездепозитный бонус 11 долларов на ваш счет То есть пополнять не надо, вам просто дарят 11 долларов А для тех, кому мало 11 долларов для старта игры ЖЖ Покер приготовил особый бонус 100 долларов на первый ваш депозит Переходите, ребята, по ссылке в описании Жмите на нее, регистрируйтесь и забирайте свои бонусы Все, ребята, мы пришли уже на свою временную базу Хата в целости, сохранности Вроде как никто сюда не заходил Но в следующий раз, когда будем ее покидать Наверное, нужно будет на дверях какую-то такую штучку-дрючку оставить Что типа, ну, было видно, короче, если кто-то открывал или не открывал Но вроде как никого не было Кстати, смотрите, кто-то говорил, что вот это Короче, вот этой политички, или как ее правильно назвать Картинка за 2019 год Но я уже посмотрел Смотрите, вот, 15-й год Потому что я тоже реально поверил Думал, что, ну, свежая газета за 19-й год В общем, был тут в хате такой венечек Сейчас, я думаю, вот этой комнате мы, наверное, жить будем Я думаю, что я буду тут спать Колямба будет там спать И, ну, как минимум, надо, блин, позаметать Хотя бы для начала, чтобы вот, ну, как свиньи не жили Потому что вот эта побелка с потолка сыпалась Сейчас, в общем, что ты нашел? Покажи Легут с удеповской полностью обтечкой, смотри С машиной У меня такая у дедушки когда-то в мотоцикле была У него мотоцикл с коляской был Да, она полностью, смотри, новенькая Ты уже кепочку себе намутил, или это твоя? Ну, вот тут лежала Нормальная кепка Покажись-ка, покажись-ка Блинчик кепочка Многие, кстати, еще говорили, посмотри на продуктах Какой срок годности? Кстати, тут если присмотреться, паутинкой так все покрылось На муке должен быть срок годности, говорили Есть Это с календаря старого, еще с 91-й год Так что, нету даты? Даты где-то нету Давай что-то другое найдем на спичках На спичках даты нету Ну, коробок видно, что такой уже старенький, потрепаненький Ну, бумага немножко пожелтела Короче, на муке, ребята, нету Макароны, насколько я знаю, они тоже без срока годности вроде А нет, термин продавности 12 месяцев А где? Дата изготовления указана на упаковке Дата изготовления указана на упаковке Короче, за этими адресами, потом разберемся с датами Короче, все Разберемся с датами попозже Интересно, их можно кушать? Будем их кушать? Честно, я не знаю, можно их кушать или нет Но мы, ребята, с собой взяли мясо И, честно, я бы не рискнул Вот, ну, крупы, я считаю, что, типа, ну, вообще По моему мнению, у круп нету срока годности Но, как бы, раз написано 12 месяцев, то на всякий случай не будем есть Тем более, мы еду взяли с собой, взяли мясо Сегодня будем шашлик, мошлик готовить Будет, короче, вкусно Вечерком посидим Ну что, кстати, времени уже не так много Сейчас уже сколько? 4.15 Осень все-таки темнеет Бывает так быстровато Так что давай быстренько мы, наверное, позаметаем Я пойду, короче, сейчас буду как-то там лопатой, наверное, крошить траву Чтобы, короче, ну, заготовить площадочку И можно уже будет начинать понемножку копать землянку Что ты уже там крутишь? Смотри, нету Писел радио выключить Конечно, ребята, уборка это сложно назвать Но просто хотя бы позаметали Позаметали только в одной комнате Потому что, ну, цель как бы не привести чей-то дом в порядок А цель построить землянку В этой комнате будем жить То, ну, хотя бы тут уберемся Многие, кстати, писали, чтобы я не строил землянку А начал ремонтировать, восстанавливать этот дом Ну, ребят, вы же понимаете, у этого дома есть владелец Он может в какой-то момент прийти там через полгода, через год И скажет, ты что, дядя, страх потерял Так что давайте пока что будем строить землянку А вы пишите в комменты Если реально интересно То, возможно, типа, да, я займусь когда-то восстановлением этого дома Но пока что первым делом это землянка Все, в доме позаметали Сейчас иду готовить, так сказать, площадку для землянки Я, ребята, кстати, в прошлый раз показывал, что там еще есть какая-то постройка Мы туда так и не ходили Сегодня нужно все исследовать Потому что, ну, сегодня мы тут поселяемся Так что официально будем ночевать Вон Колян уже пошел сотать Она сама была сломана, он говорит Это погреб, я так понимаю, да? Я думаю, что да Давайте чуть-чуть света добавим Так, тут, конечно, сырость такая Смотри, бочка еще старая, деревянная Это, ну, реально где-то, блин Прямо каких-то древних-древних времен Ну, погреб, типа, оно же делалось вместо холодильника Чтобы хранить что-то можно было Ух ты, смотри, какие мелкие помидорки А что там такое? Не знаю, ну какая-то вода Фу, какая-то жижа Какие-то помидорчики маленькие Огурчики, кстати, уже с триплесенью покрылись Видишь, вон соседняя банка Плесень, это ничего страшного Соседняя банка, вот Блин, слишком засвечивает фонарик Вот, смотрите Ого, попробуй, какой он классный Нет, честно, я не хотел попробовать Что-то стрёмно Ты еще, тем более, они закрыты были такой капроновой крышкой Это что, грибочки? Вишни, да, я так понимаю, какие-то? Нет, это помидорки А вот то, что, это вишни, что это? Такое красное, видишь? Классные огурцы, попробуй Да не, братан, я что-то стремаюсь Ты знаешь, тебе было стрёмно сюда заходить Ну, короче, огурцы, только увидел банку Сразу, короче, хватаясь за нее А это что? А это, походу, вино какое-то, да? Не знаю, может, это... Смотри, вот эта штука вскрытая Нет, это больше... Ну, по нему внутри алкоголь Вино? Подержи Да, кстати Алкоголем пахнет? Да, ребята, это вино А, эти крышки все сдулись? Сдулись, это уже испорченное, получается А, это нет Ну, вот это вино тоже, наверное, уже испортилось Мышно, вот видите, вот такое открытое было, ребят А, дурчик зачерпный, кто что? Слушай, классный погреб Тут можно какой-то прям бомбарь оборудовать Да-да, тут можно поиграть Ну, смотри, где вы снизу наверху Страстно, убегай Такой вот, ребята, погреб И вот еще такая Какая-то построечка Похоже, что-то, типа, знаете, на летнюю кухню У меня у бабушки вот тоже Кухня вроде и в доме была Но еще была летняя кухня Там бабушка предпочитала Обычно летом все готовить О, тут все печально Тут все печально, ребята Давайте чуть-чуть света добавим Тут, конечно, капец А ты бешный пакетик Шкаф такой, как, знаете, мы в прошлой серии видели Там сервант какой-то стоял Это шкаф В таком же стиле Возможно, это какая-то одна стенка была Кафтан какой-то такой Клян, надо померить Может, наш размерчик себе заберем Ну, тут там, может, мы будем перейти Смотри, что и Мукевича тут Голосовали когда-то О, это вообще, походу, древнее Союз молодей регионе Что-то там это Короче, тут реально Вот, даже кровать есть, смотри Кто-то спал, наверное, здесь Клопаке Запорожье Для этого 68-го Сороковочка Смотри, даже еще нулёчие полны Не успели, наверное, даже воспользоваться этим Раскладушка, смотри Раскладушка стоит, что в шкафу Есть что-то интересное? Я внизу, там какие-то ящики с пакетами Ладно, это потом исследуем Ой, отпало О, не теряйся Что-то магнитола какая-то Как будто кассетник какой-то, видишь Похоже на магнитолу Может, магнитола, кстати, тоже от Запорожья Или нет? Я сейчас уберу А ты вылечишь Советский айфон Вот пищевая бочка, кстати Кстати, у меня что-то есть Можешь открыть? У меня просто фонарик Во второй руке телефон Блин, есть уже паутины Да, тут паутины очень много, ребят Фу, блин, модель какой-то Даже Ну, короче, можно сказать Территорию мы уже полностью исследовали Думаю, следует дальше брать Что? Не слышу, подожди Что-то Колян кричит Что-то нашел, наверное Это слишком подозрительно Посмотри сюда Тут дрова полностью заготовлены Ого, сколько дров Еще и сухие какие, смотри Ну, понятно Они, наверное, чересчур сухие Потому что Не, ну, жила, походу, какая-то бабушка-дедушка И они, короче, это, ну, там Дрова заготавливали В селе, как бы, знаете, когда газа нету То, в принципе, ну, я считаю, это разумно Когда люди заготавливали себе дрова Ну, по обстановке видно, что Богом забыта хата Давно здесь, короче, никто не живет Кстати, классно Я думал, чтобы вам собирать какие-то ветки на шашлыки Да, кстати Ну, тут с дровами, в принципе, проблем бы не было Тут куча деревьев, куча сухих Идешь там по лесу, там, сухостой Поваленный, короче Ну, проблем реально нету Тем более, что есть топор Есть пила классная, кстати Потом вам покажу Я мне подписчик подарил Я потом его поблагодарю В общем, ребята, пришли мы уже на локацию Здесь будем копать землянку Смотрите, такая площадочка хорошая Тут только крапиву нужно выбить В принципе, как таковой травы нету Потому что думали Сейчас найти какую-то косу Либо серп, ни косы, ни серпа Ничего не нашли Думали выкрашивать траву Но чуть в сторону отошли Классная площадка Как видите, я переоделся За что хочу поблагодарить Своих партнеров Компанию МТАК Это украинский бренд Одежды Не только одежды Много чего ребята делают В основном тактическую там Милитари одежду и так далее Ну, в принципе, много товаров есть Для отдыха, туризма И так далее, и тому подобное В общем, как видите Уже около года я с ними сотрудничаю Хочу сказать большое спасибо Что не оставили меня голым боссом На осень переодели Смотрите Дали мне такую кофточку Штанишки такие топовые Милитари Чуть не такие Не знаю, как модель называется Но ссылки на все, ребята Оставлю в описании И давайте еще вкратце покажу Смотрите, вот такой вот рюкзачок Называется Тут написано Urban Light На самом деле классный Тут, короче Куча разных приколяса Весь там карабинчики Можно его там шире уже сделать Вот такая вот флисочка Сегодня, конечно, жарко еще флиску одевать Но я вам просто так Примерю, чтобы показать Вот такой вот органайзер Туда можно, короче, что-то складывать Там аптечку, например, какую-то Или что-то такое Так, бегло так покажу Вот вообще Топовый куртяк, ребята Я, конечно, все взял в цвете олива Но можно взять такую черную Кому, в принципе, нравится Оливу по городу носить Можно и по городу носить То есть, ну, я вообще не особо сказал бы Что, знаете, там, о насильной милитаре То есть, ну, реально можно по городу носить И самое главное, что ребята делают это все качественно И по доступному ценнику Так сказать, отечественный бренд По людским ценам Еще такая вот осенняя куртка Уже показывать не буду Тоже достаточно неплохая Комплект термобилья Чтоб я, короче, зимой не мерз Кофту показывать не буду Вот штаны просто покажу Очень толстые Ну и топовая рубашка Я в ней, в принципе, начинал видео Вы, наверное, видели Еще у меня есть такая красная Я, правда, похудел уже И, как бы, ну Тана у меня чуть-чуть большая Это как раз по размерчику И офигенный надувной каремат В общем, большое спасибо компании МТАК За то, что предоставили мне одежду В общем, кому интересно, ребят На все эти позиции Оставлю ссылочки по магазину Можете так же само пошариться Что-то там поискать Может, в другом цвете Что-то вам понравилось Короче, вот так вот А мы что, берем лопаты Вот я беру Вот такую маленькую Калину даю Такую большую И сейчас обкопаем квадрат Для начала Чтоб понимать, так сказать Масштабы нашей землянки Ну что, Колян, погнали Let's go Колян уже уничтожает крапиву Колян, за что ты так с крапивой жестко Прямо под корень ее рубишь Понимаешь, фильтрах крапива, Мария Ну? Как они как сразались С мертвецами То есть ты представил, что это мертвецы Ты так же сам с ними снижаешься Так что, землянка где-то тут будет, да? Да, я думаю, что вот здесь Короче, все, ребята Вырубаю камеру Штатива нету Снимается видео на телефон Короче, сейчас обкопаем Я вам покажу Размеры землянки Вот так вот уже начинают Понемножку прорисовываться Границы нашей земляночки Ну, где-то примерно 3 на 3 Сейчас, короче, решили снять первый слой Ну, он, короче, наверное Самый тяжелый Потому что вот Ну, покажи просто Копни лопатой И вот попытайся так выкорчевать Видите, трава не пускает Держит нужно То есть каждый кусочек вырезать Мне кто-то, кстати, в комментах писал Типа, вырезай первый слой вот этой травы Потом его можно на крышу положить Но, ребят, скоро зима Поэтому, я думаю, можно просто закидать там землей Потом засеять травой И нет смысла там беречь сильно эту траву Короче, сейчас выковыриваем вот этот первый слой Он реально тяжелый А потом уже как-то будет проще копать Хотя проще это громко сказано Потому что, ну Чем глубже Да, вот сколько мы где-то Минут 20-30, да, уже Типа вот это все делаем И почти визуально вот реально ничего не сделали То есть понимая, что вот яму в рост человека выкопать Или даже чуть больше Ну, это займет пару дней каких-то добрых Все, ребята, прошло еще немного времени Можно сказать, последние три кусочка Вот уже подготовили Так, чтобы, знаете, по красоте их можно было убрать В общем, что мы сделали Сделали мы ничего А ушло времени немало Мы даже немножко уже устали Так что сейчас, наверное, пойдем Что-то перекусим Может шашлык начнем какой-то готовить А потом, может, еще продолжим Может, уже не продолжим Потому что сейчас 6 часов В принципе, часа через полтора уже будет темно Сейчас пока отдохнем Я не знаю, есть ли смысл заново за лопату браться Будем еще сегодня копать, Коля, на линия? Я не знаю, давай посмотрим Да, я думаю, можно еще будет немножко копнуть А завтра уже с утра пораньше Ну, как проснемся там, как пораньше Вот сколько проснемся, вот столько и будет И начнем уже копать Нет, ну землянка такая будет очень маленькая Она не маленькая будет Она реально большая Вот, смотрите, я стою с краю землянки Вон колян стоит с второго края То есть реально будет где разогнаться Можно две кровати поставить У меня в планах есть сюда, короче, принести Ладно, не буду рассказывать, что у меня в планах Здесь Это все потом увидите А то еще вдруг не получится сделать так, как я хочу И будет шея балабол Короче, все Границы, можно сказать, очертили Осталось только ее выкопать В принципе, еще Земля сухая, не тяжелая, сухая Да, земля сухая, дальше легче будет Первый слой вот этот было тяжело Потому что приходилось каждый вот этот, знаете, кусочек вырезать Решили пройтись немножко, осмотреться И нашли такое вот Типа болото, типа водоемчик И смотрите, что тут есть Кто-то делал Что-то, короче, делал С какой-то старой советской тюлей Что-то типа волока И, наверное, здесь пытался когда-то ловить рыбу Не знаю, как давно это было Кстати, смотрите, ребята, какую я взял пилу Хушкварна Там мне, короче, подписчик подарил В городе просто встретил меня Ехал в машине, я там пешком по делам шел И говорит, там Серега Короче, вынес мне Подарил, говорит Я видел, ты в видосах у себя там какой-то китайский пиляешь Вот, короче, у меня там есть типа магазин Дарю тебе Я говорю, шо вам рекламку какую-то сделаю? Говорит, да не, не надо Просто так от души, типа подарил Спасибо большое подписчику моему, Виктор Ну, как бы, там не школьнику, это взрослый мужик Спасибо большое, Виктор, если смотрите Видео Пилой еще не пользовался Но уже, как бы, затестил ее Достаточно острое Колян, что ты думаешь, тут есть рыба? Да Хоть один головастик есть там какой-то? Ничего, нема Бросай, это гиблое дело Пошли, что-то перекусим, короче Ну смотри, тут что-то есть, живет Не, ну явно что-то живет Наверное, что-то в этой тюле пытался что-то тут поймать Что, пошли, короче, что-то перекусим-то и пойдем дальше копать Смастерил, Колян Вот такой вот мангальчик нам Достали оттуда дровишек Даже рубить не пришлось И палим костер Сейчас, наверное, будем шашлычок жарить Ну, если честно, я в шоке Такой дом Типа дрова заготовлены, кирпичи даже Не, ну люди жили Все ж люди себе наперед заготавливают дрова Ты же не будешь каждый день колоть Ну а сними вокруг, типа, тут по-любому никого не было Посмотри вот на тропинку до дома Ну это мы уже протоптали немножко Ну да, мы протоптали Вот тут вытоптали травичек, чтобы можно было посидеть Вынесли стулья себе Траву немного поубирали, кстати, в сторону, чтобы пожара не было никакого Ну да, да Облагородили, там лопата, если что, под рукой у нас есть В общем, ребят, распалили костер Горит, сейчас будет достаточное количество угля И, наверное, будем жарить уже мяско Кстати, на часах сколько уже? Почти семь Сейчас пока мяско, наверное, пожарим, будет уже темно Наверное, уже завтра будем, да, копать дальше? Ну я думал, да Все-таки уставшие и приехали уже Да, день приезда, короче Пока дошли сюда, подустали немножко Уже завтра с утра проснемся, ребята, и будем копать Ну что, ребята, пока перегорел костер Пока мы наложили на сетку мясо На улице стало уже, ну, не то чтобы совсем темно Если вот так выключить фонарик, то небо еще подсвечивается Но уже темно Короче, ставим жариться шашлык Я так понимаю, сегодня мы уже будем делать Баиньки Ну, не баиньки, короче, ничего не будем делать Если так сказать Если сказать культурно, то ничего не будем делать Будем палить дрова Там еще, короче, в той штуке очень много дров есть Ну что, ребята, прошло немного, немало времени Смотрите, мяско уже зарумянилось малость Только успевай переворачивать, называется Чтоб не подгорело Вот такой вот у нас чернобыльский шашлычок Ты когда-то хавал в Чернобыле шашлык? Первый раз, кстати, был Я уже раза 3-4 хавал, это уже не первый раз И даже в более радиоактивных зонах хавал, чем это А что, ты радиации сильно боишься? Я боюсь, что твоего фонарика на данный момент, чем радиацию На самом деле, знаешь, у меня возникла классная идея Пошли, возьмем эти огурцы с погреба Кого? Шашлыку Огурцы эти Честно, я их что-то стремаюсь кушать Не, ну я видел, что ты, короче, их за милую душу хаваешь, поэтому Я надеюсь, что нас никто тут не обидится, что мы тут огурцы их не обидим Честно, я думаю, что там уже, ну, учитывая, как тут все заросло, там на тебе огурцы уже всем давно пофиг Кстати, там двери отпали, но мы их не ломали А что ты так близко снимаешь? А нормально, это ширик Это уже айфон? Это ширик Ну что, пошли, короче, операцию огурец делать Погнали Погнали в погреб за огурцами Блин, страшно нечего Сейчас, кстати, если у нас пивас еще закончится, то мы, наверное, еще Не, ну честно, стремно то вино пить На самом деле, немного Но, ребята, я вам скажу так Сейчас еще не так уж поздно Пивас у нас уже заканчивается, поэтому, возможно Да хотя, блин, не, я немножко обрезаю А вот это белая плесень, а, это не плесень, это чеснок Это чеснок, да, везде А вот тут реально плесень, короче Ребят, напишите в комменты, стоит ли такие Можно взирать Фу, гадость Спорим, его можно есть Вот напишут в комментах, что его можно кушать Просто эту плесень смываешь Честно, плесень это уже нехорошо Это не плесень, это пенцил Короче, жрут люди при отравлении в этой зиму Пишите, ребята, в комменты, можно ли вот эту плесень Фу, а это тоже вот эта плесень, которую можно кушать? Нет Фу, гадость, не ближай Да я не ближай, я просто... Вон винище стоит Что, ты будешь их хавать все-таки? Конечно Ну ладно, погнали Короче, ребята, раздобыли мы такие тарелочки в доме Вилочки какие-то есть Кстати, на удивление, даже не упыли Мы их не протирали Ну они же в пакетах стояли, они же в пакетах стояли там Не, я взял с этого, там где на кухне На кухне? Да Ну, странно Короче, знаешь что? Мы сегодня, короче, нифига не сделали Мы просто набухались, пожарили шашлыки и круто повисели Завтра мы, короче, должны хотя бы, блин, я не знаю, полметра или метр выкопать железобетонно Да-да, это сто процентов Не, ну, слушай, мы сегодня приехали поздно Ну да Если бы мы где-то с утра приехали, то мы бы, конечно, намного больше успели Ну и пока мы дошли сюда своими вещами Это как ни странно, типа, и как бы, ну, на видео не смотрелось просто Мы шли все-таки по лесу, там, по всяким полям, по ямам, по горбам На самом деле это не так кажется, как и на видео Все, типа, мы взяли, куда переместились вот это вот село Это, во-первых, вот рысью немножко и стрёмно даже А вдруг тут на туре хозяин какой-то придет, все-таки дом не заброшен Ну, среди ночи вряд ли кто-то придет Ну, среди ночи я понимаю, но все равно, типа, понимаешь, как Какой-то звук такой странный был И, ну, изначально, когда мы сюда пришли, я такой, все равно, такой, был немножко на стрёме, понимаешь А вдруг кто-то сейчас придет, а вдруг там что-то выбежит сейчас Кстати, мы пока мы шли до этого села Много слышно было шоуов во всяких животных и всего остального И это днем И это днем, это тоже настораживает Ну, а что тут вообще, я боялся Просто раз, как Сергей говорил, я тоже с ним ездил Мы к этому дому подходили, но я внутрь не заходил, потому что, не знаю, как-то я, ну, внутрь забоялся И мы вот подходили к этому дому, тут буквально в метрах пятьдесят от нас Ну, три, что-то здоровое, какой-то лось, наверное, или, ну, кабан точно нет Ну, какой-то лось здоровый точно пробежал возле нас, помнишь тогда? Да-да Был шоварик серьезный, типа, и такое тоже, типа, настораживает немножко Ну что, Колян, какие прогнозы, сколько будем копать яму где-то? Я что-то думаю, что мы за два дня или за три не успеем точно выкопать Короче, думаю... Посмотри-ка, она огромная Да, она огромная, реально Десять минут, вот, Колян, вот это прорыл Яму там столько прорыл Короче, какой-то бодыр получается Ну, что поделать, короче, будем копать Ну, ничего, мне тут нравится, природа, тишина, атмосфера такая Ночью, кстати, вот, пока сидели, там, шашлык жарили какой-то Ну, слышно было, как по кустам какие-то там зверюки бегали Птицы какие-то, какие-то звуки издавали Не знаю, даже совы или что это было, наверное Не знаю Короче, такое Ну, в общем, ребят, как видите, предстоит длительный нам еще процесс Но это уже совсем другая история На этом видеоролик подходит к концу Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие серии Как мы будем строить землянку, какая, чтобы увидеть, она будет по итогу Поэтому подписывайтесь на канал Кстати, отожмите колокольчик, у кого был нажатый Нажмите заново, потому что что-то YouTube, короче, в миллион раз уже ломается И много кому реально не приходят уведомления Либо приходят там с большой-большой задержкой Короче, нажмите, ребята, все заново колокольчика На этот видос просто можете поставить лайк С вами был Сергей Трейсер Всем, ребята, до новых встреч Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok